Добрый вечер! Это Цивилизация 5 и это экспериментальная партия на пятом уровне сложности. Играем за Карфаген. Карфаген это Дидона, это морская цивилизация. Давайте посмотрим ее описание. Цивилизация из средних считается крепкой и достаточно интересной цивилизацией. Итак, Карфаген. Игровая информация. Наша специфическая особенность цивилизации это финикийское наследство. Все прибрежные города бесплатно получают гавань, а после появления первого великого полководца войска могут пересекать горы. Завершая ход на клетки с горой, отряд теряет 50 очков здоровья. Есть даже интересная такая тактика, когда после появления полководца вы загоняете рабочего на гору и первый ход он начинает строить дорогу и в это же время он теряет очки здоровья. Но вот так вот за пару ходов теряет рабочих, они там умирают в этих горах, но тем не менее вы строите дорогу через горы и эта дорога действительно работает как дорога. Это такое интересное свойство, недоступное другим цивилизациям. И вот такая возможность есть у Карфагена. Также у нас есть морской юнит Квинк Верема. Она заменяет Трирему. И она более мощна, чем Трирема. Честно говоря, юнит так себе. У Триремы ближний бой 10, а у Квинк Веремы он 13. То есть да, Квинк Верема сильнее, но на Триремах редко происходят какие-то серьезные бои. И обычно этот юнит нужен для какой-то ближней разведки побережья, что происходит на карте, особенно если это морская карта. А так они нужны для того, чтобы защитить ваши морские караваны от варваров. Вот и все. В принципе, Квинк Верема с этой задачей хорошо справляется. Так что нормальный такой юнит в принципе большой разницы не делает, но хорошо, что он есть. Вот. Другой уникальный юнит намного интересней. Это лесной слон. Это конница. И она открывается в верховой езде, замещает всадников. И это весьма интересный юнит. В том плане, что он снижает защиту соперника. Так давайте прочитаем описание. Это мощные кавалерийские подразделения начала игры. Они уязвимы для копейщиков, и только карфагиняне могут создавать такие отряды. Эти войска мощнее в бою, чем всадники, которых они замещают. К тому же они внушают страх соседним вражеским юнитам. Лесные слоны помогают быстрее получать великих полководцев. Видимо, начисление очков полководцев идет быстрее за сражение этими юнитами. Так, они также не получают бонусов от местности в обороне. Могут перемещаться после атаки. Великие полководцы, штраф при атаке городов, страх перед слонами. И великие полководцы, да, в общем, по сути, это те же самые всадники, которые передвигаются на одну клетку меньше, на три вместо четырех. Пугаются, по-моему, на 10%, снижая защиту вражеских юнитов, если вы поставили слона рядом с этим юнитом. И быстрее вы набиваете очки полководцев, сражаясь слониками. А так, по силе они, по-моему, что всадники, что слоны, вот 14. Давайте проверим. Вот всадники. А, на две сильнее. То есть у всадников 12 сила, у лесных слонов 14. Ну, что ж, хороший юнит, достаточно крутой. Но в нашей партии он не особо нам пригодился. Давайте посмотрим настройки карты. Вот, как я уже сказал, это экспериментальная партия на пятом уровне сложности. Она называется Король. Быстрая, ну, высокая скорость партии. Карта стандартная на 8 игроков, 16 ггшек. Карта Континенты. Нация Карфаген. Итак, мы начали наше развитие вот здесь, на море. И был план на игру просто поиграть в Морскую Империю. Да, посмотреть, как вообще играть на пятом уровне сложности. Почему я иногда натыкаюсь на ватсплее о том, что как же играть на пятом уровне сложности. Это, наверное, ведь очень сложный уровень сложности. И, ну, я решил поставить эксперимент, насколько мне будет сложно играть на пятом уровне сложности. Оказалось, что совсем не сложно. И соперников я практически не заметил на этой карте. Значит, вот поставил Карфаген. Хотел второй город поставить. Тоже морской. Но это место было занято Буэнос-Айросом. Буэнос-Айрос стал очень по-дурацки, что, смотрите, он занимает побережье, но в то же время сам не стоит на море. То есть я не могу отправить туда, например, морской караван или караван из него. Поэтому не нужно было его захватывать. Плюс это культурная гагашка. Я решил, что он будет мне полезнее с точки зрения использовать его как союзника. И засоюзил. А свой город я поставил сухопутный. Вот под Килиманджаро, в горы. Тут я построил Мачу-Пикчу. Да, тут еще алюминий оказался. То есть, ну, в принципе, норм. И проход как раз вот к Константинополю и к Шведу. Через вот этот вот проход Кермопильский. Да, Утика-Антверпенский. И таким образом вот мы получили такой ключ-город на континенте. Но морской караван все-таки хотелось бы. Тем более, вот смотрите, территория далеко не самая производственная. Откровенно говоря, вообще сплошные луга. Пустыня и тундра. Классическая цива. Поэтому караваны были очень нужны. И морской город здесь встал отлично. И вот у меня было такое стартовое развитие на три города. Далее, вот что я увидел. Я развивался так, спокойненько играл. У меня было там, по-моему, четыре лучника. Там воин. И как-то, ну, вот спокойненько занимался инфраструктурой. Религию вот основал. Вот давайте посмотрим. Вот я взял пантеон на единение с природой. Плюс четыре за чудеса природы. Это вот на Килиманджаро. Достаточно быстро накопил на религию. И основал религию типичную, традиционную. Да, плюс к золоту за каждых четырех почитателей. И пагоды на счастье. А укрепил производством и более быстрым распространением религии. То есть, ну, вот типичные, типичные традиционные верования. По социнститутам у нас традиция. Ну, и дальше я вот принимал кое-что, чтобы додержаться до рационализма. Чтобы, когда откроется рационализм, уже закрывать его. Вот. По ходу дела принял меценатство. Но чтобы лучше были отношения со всякими Буэнос-Айросами и другими ГГшками, принял коммерцию. Поскольку у меня было много дорог. Получилась в итоге широкая империя в ходе наших завоеваний. И чтобы тратить меньше денег на содержание дорог, взял вот коммерцию. И политику на караваны фургонов, чтобы меньше денег тратить на содержание дорог. Затем закрыл рационализм. В идеологии взял порядок. Хотя можно было бы автокрасию с таким же успехом взять. Потому что воевали все-таки в большей степени. И вот принял достаточно много политик в порядке. Вот. А как началась наша военная экспансия? Вообще началась очень смешно. Я поставил сюда город. Это объективно моя территория. Моя сторона гор. Уже сижу, развиваюсь. Но город еще не вырос до таких объемов. Было буквально там одна-две клетки второго радиуса. Но проход был между мной и Антверпеном. Вот сюда дальше. Я подумал, что если... А вот тут уже просто перся поселенец от Константинополя. Здесь, видимо, ему не понравилось место под Шведа. И под Грека он тоже решил не селиться. Поэтому он потащил поселенца ко мне. И вот я здесь разведываю территорию. И такой смотрю, опа, идет поселенец. А мне как раз рабочие нужны были. Вот. И я взял и захватил. Захватил этого поселенца. Сделал рабочим. А еще смотрел в демографии. И у Константинополя была последняя армия. И они мне ничего не могли сделать. А я как раз уже выходил в машиностроение. Апнул своих четырех лучников-варболетчиков. И пошел. И тут Константинополь. У него, по-моему, сила была 15 или 16. То есть даже не было стен. И я вот этими войсками очень лихо и быстро его захватил. Пошел, захватил здесь город. По-моему, тоже был какой-то византийский город. Это Дианополь. Я его захватил. И захватил Стокгольм. Тут был тоже город шведский. Я его разрушил. Поставил свой город. И таким образом вот эта бухта стала моей. Да, такой Карфагенский залив получился. Забрал Стокгольм. Да, поставил свой город связующий. И Константинополь. Далее была война с Персом. Мы захватили у него Экбатану. И война с Греком. Мы захватили у него Афины. И далее вот уже, по-моему, на самолетах. И на артиллерии. Забрали и Сузы, и Персеполис. Оставив Персу только по Саргаде. И далее мы начали экспансию на следующий континент. Для этого мы в Константинополе строили фрегаты. И выйдя в линкоры, я их апнул. И пошел на Берлин. И захватил Берлин уже линкорами. При этом немцу очень не повезло. Вот смотрите, где появился немец. Вот у него есть Берлин. А дальше Виттенберг. Ему по сути даже селиться негде. И вот он свои вторые города поставил уже вот здесь. Вот на территории Зулуса и Гуна. Так что не повезло немцу с расселением. Но вот тут был интересный проплыв. Франкфурт. Такой ключ-город, чтобы подобраться в подбрюшье Гуну. Вот, собственно, мои линкоры, которыми я брал немца. Они вот проплыли через этот проплыв и дошли до Гуна. И начали бомбардировку ставки Атилы. В это же время я построил самолеты, которыми я захватывал Перса. Я их проапгрейдил до бомбардировщиков. И погрузил на авианосцы. А авианосцы уже вот здесь. Уже пошли на Гуна. Я ими осуществил бомбардировку у Лунди и на Бамбы. С помощью пехотинцев сделал высадку пехоты. И захватил эти города. А затем повел свой десант сухопутный уже к Гуну. И вот с помощью флота обстрелял самолетов. Снял защиту ставки Атилы. И вот готов захватывать последний город соперника на последнюю столицу своими кавалеристами. Давайте посмотрим, что у нас происходит в демографии. Так, демография. У нас, ну, тотальное лидерство по всему. То есть это типичный пятый уровень сложности. Что мы по населению в пять раз сильнее, по урожайности также, по производству в девять раз сильнее. Ну, не в девять, но тоже намного-намного сильнее по экономике, по территории, по армии, по поддержке, по грамотности. То есть, ну, смотрите, средний процент грамотности 58. То есть они там еще в такой средневековой древности сидят. А мы уже, ну, вот в современности. Мы уже, в принципе, можем улетать в космос. А они там еще сидят, ну, ну, может, уже изучили арбалетов, но не так далеко от них ушли. Ах, как говоря, ну, вот у него там Голиасы, например, арбалетчик. А у нас вот уже РССО, например. Ну, и, в общем-то, вот своими линкорами я сражался против фрегатов немецких, например. Вот здесь вот еще пушка, арбалетчики. То есть мы просто там на две, на три эпохи опережали всех соперников по карте. И, в общем, абсолютно без шансов. Абсолютно без шансов. Вот, например, кто нам противостоит здесь? Вот мушкетеры, это аналоги. Ну, вот аркебузиры, да, аркебузиры, рыцари. Да, вот такие вот средневековые войска против нас выступают. А мы уже в супер-супер современности. У нас уже самолеты, пулеметные роты, линкоры. Абсолютно современная армия. И поэтому вот у наших соперников просто не было никаких шансов. Мы катком прошлись по этой карте. А началось-то все вот с этого поселенца. Потому что, может быть, я бы и сидел в своих городах, строил чудеса. И развивал бы культуру, шел бы в культурную победу, например. Потому что такая опция тоже была. Вот у меня есть и чудеса отстроенные. Вот я построил даже... А, это не построил. Ну, в общем... Ну, достаточно много у нас было всяких амфитеатров, музеев, шедевров. То есть можно было построить игру. И вокруг культура. Вот, у нас 202 очка туризма. В то время как у соперников лучшие показатели это 10 у Персия. То есть очень-очень слабая игра компьютера. И практически не было у него никаких шансов. Поэтому, ну, что бы я посоветовал начинающим игрокам в цивилизацию? Вот, начинать играть как раз на пятом уровне сложности. И понять, как... В каких местах ставить города, например. Да, вот здесь я, смотрите, как поставил Карфаген. Вот, он атакуется только с одной клетки. И три клетки обстрела. Вот, глясами, например, фрегатами. Можно аспециализировать только отсюда. Раз, два, три. Да. Ближним боем атакуются только с одной клетки. То есть очень тяжело с моря взять такой Карфаген, например. Как осуществлять, например, микроменеджмент. Да, какие клетки обрабатывать. Как пользоваться вот зданиями специалистов. Как выращивать город, опять-таки, до таких размеров, да, до 37 жителей. Механику, там, торговли, караванов. Понять принцип соотношения юнитов. Так как у нас есть камень, ножницы, бумага. А тут у нас есть юниты ближнего боя, кавалерийские и анти-кавалерийские юниты. Так как они вот с собой соотносятся по силе. И есть еще юниты дальнего боя, там, как морские юниты. Как это вот все работает. Да, как нужно делать атакующие стеки. Например, там, два юнита ближнего боя прикрывают, например, 3-4 юнита дальнего боя. И вот такие вот механики игры изучить на пятом уровне сложности. Да, вот опять же, какие есть победы. Как выйти в научную победу. Как сыграть военную победу. Да, победить культурно. Или дипломатией, да. Вот освоить вот эти нюансы игры. Обучиться микроменеджменту, да. Сыграть, вот опять же, научиться пользоваться шпионами, дипломатами. Да, сыграть традицию, да. Вот это, ну, самый простой вариант через традицию. Есть более изощренный вариант волевого развития. И понять, как вот можно сыграть и через волю, например. И вот таким образом освоить механику игру базовую. Одержать победу на пятом уровне сложности. Потом сыграть на шестом уровне сложности. Повысить себе уровень. Победить на шестом. Ну, а потом уже играть на седьмом уровне сложности. Вот, иногда можно и на восьмом сыграть. Ну, главное, вот научиться. На пятом уровне сложности очень хорошо владеть технологиями. Технологиями игры. И здесь у вас есть право на ошибку. Допустим, на восьмом уровне сложности его практически нет. Вы выживаете на карте. А здесь вы можете ошибиться, выйти, например, не в ту технологию. Где-то не таким образом действовать, как нужно. И компьютер вас простит до определенного момента. Но если вы будете делать слишком много ошибок, то вы можете и проиграть эту партию. А здесь есть право. Право поошибаться. И в то же время вы можете потом исправить свои ошибки. И вот таким образом задоминировать карту своим развитием и экспансией. И захватить весь мир. Осуществить мечту Александра Македонского, например. Вот. Ну, вот эта партия вот такая вот у нас получилась. Что вот на нашем континенте как раз было пять цивилизаций. На континенте соперников вот такой вот Берлин. Оторванный от остальной Германии. Да. И Зулус. И Гун. Давайте сделаем этот захват. И посмотрим. Посмотрим графики. Посмотрим карту. Итак. Забираем ставку Атилы. И посмотрим с вами. Посмотрим графики. Итак. Итак, графики. Так. Ну, счет. Ну, это в большей степени за контроль территорий. Золото за ход. То есть, ну, вот мы, вот как мы вырвались. Где-то, там, после тысячного года. Так и вжух. Улетели. По доходам вверх. По культуре. Тоже тотальное доминирование. Тоже примерно с этого периода. Вау. Давайте посмотрим настроение. И даже по настроению. За счет постройки чудес. Мы очень хорошо себя чувствовали. А по науке. И по науке просто тотальный разрыв. Это... Это просто жесть. То есть, ну, это каток. Это каток, который вот прошел по карте. И не заметил соперников. Просто соперники не приехали на игру. Вот что называется. Вот сыграть на пятом уровне сложности. Вот. И по пище за счет караванов. Мы вырвались достаточно рано вперед. И по производству. Похожая история, что там даже еще раньше. Началось лидерство. А потом и тотальное доминирование. То есть, это... Тут где-то 200. 200 производства. У нас больше 900 производства. То есть, ну, больше, чем в 4 раза. Мы вырвались вперед. По производству. По числу институтов. Ну, тоже безоговорочно лидерство. То есть, если сравнивать, например, с партией на седьмом уровне сложности. Где мы так, в числе средненьких игроков, развиваемся. И там до последнего конкурируем, например, за научную победу с каким-нибудь игроком. Или за дипломатическую победу. То здесь нет никаких сомнений. Вот если развиваться правильно. То вы вот так же будете доминировать на карте, как и я в этой партии. И вот критерий того, что вы научились играть в цивилизацию. Вы вот на пятом уровне сложности вот таким же катком вы проходите по карте. И вот она практически вся покрашена там в ваши цвета. Во всяком случае, столица городов, соперников. Так что всем спасибо за внимание. Играйте в цивилизацию. И прокачивайте свои навыки цивилизаторов и стратегического мышления. На всем удачи. Всем пока.